Друзья, всем доброго времени суток, с вами Виктор Князев и сегодня мы рассмотрим с вами как воспользоваться возможностями почтового клиента Модзилла Буревестник Танберт, который позволит нам значительно упростить и облегчить работу с нашей почтой. Если ваша почта составляет уже больше трех почтовых ящиков, то почтовый клиент вам просто необходим. Итак, начинаем работать следующим образом. Набиваем в поисковой строке почтовый клиент Модзиллы и находим с вами первую же выдачу сайт, который и будет являться сайтом этой программы Модзиллы Буревестник. Загружаем программу себе на компьютер, сохраняем ее. Вот наша скачанная программа из интернета. Заходим в нее и начинаем установку. В принципе, установка стандартная и сразу запускаем. Таким образом, программа Буревестник открыта, запущена. Здесь установить по умолчанию просит нас, но если мы будем пользоваться, мы всегда это сделаем. Нажимаем установить, либо вы можете пропустить эту интеграцию. Вот таким образом программа встала и первое, что она просит от нас, это начать использовать программу, то есть ввести новый почтовый адреса. Мы нажимаем вот сюда пропустить, так как у нас уже есть свои почтовые адреса. Нажимаем сюда. Мы хотим завести свои почтовые адреса, не те, которые нам предлагают. И здесь вводим тот почтовый адрес, который мы хотим, чтобы он работал именно в почтовом клиенте уже. То есть все наши почтовые адреса, которые нам нужны. Заполняем эти данные здесь. Пароль мы здесь ставим. Пароль от нашей почты, который мы заводили. Я сейчас завожу почту от Яндекса и нажимаем продолжить. Сейчас идет проверка конфигурации нашей почты. И в принципе пишет готово. Нажимаем готово. И если сейчас сразу нас опознает нашу почту, то нормально. То есть вот наша почта уже здесь, с Яндекса. Вот она находится. Нажимаем входящий. И сейчас сразу идет получение почты. То, что непосредственно было нами получено на этом почтовом ящике за все это время. То есть вот таким образом выглядит интерфейс программы. Здесь вы видите мою почту на Яндексе. Сейчас мы с вами разберемся с интерфейсом. То есть вот у нас появился первый почтовый ящик. Следующие почтовые ящики будут появляться здесь один за другим. С такой же точной конфигурацией. И вы сможете легко и удобно с ними работать. Здесь всегда будет видно входящие. Рядом с часами будет значок программы, где каждое входящее письмо будет обозначаться, что вам пришло новое письмо. То есть вы всегда будете иметь возможность отслеживать каждое письмо, которое приходит на вашу почту. Итак, друзья, мы видим здесь интерфейс программы. Здесь у нас слева находятся все почтовые ящики, которые вы заведете в дальнейшем. Здесь вся почта, которая приходит на конкретный почтовый ящик. В данном случае вот на этот. И здесь само содержание письма. Вот мы нажав на него, видим само содержание письма. Далее познакомимся давайте с возможностями еще программы. То есть здесь есть меню «Получить», «Создать», «Чат» и «Адресная книга». Получить, то есть вы, если ждете срочное письмо, допустим, отправили там для проверки со смарт-респондера или откуда-то, нажимаете сюда «Получить» и он чаще опрашивает. Так он опрашивает раз в несколько секунд, а так вы можете опросить его столько, сколько захотите. То есть он проверяет почту в это время ваше. Затем вы можете создать письмо именно от имени этого почтового ящика. Вот здесь уже у меня написано конец письма, который мы попозже создадим. То есть здесь у вас сразу будет кому отправить, тема, и, соответственно, можно отправлять письмовую. Здесь адресная книга. Здесь пока она пуста в данном случае. Значит, ее можно перенести будет с другого компьютера таким же образом, точно так же, как обычная адресная книга переносится. Далее здесь, чем мы еще пользуемся, это вот это меню, второе меню. Чем оно интересно? То есть мы сразу можем ответить на письмо, которое мы получили. Здесь уже сразу введены все данные. Только мы пишем само письмо, сам текст письма, и отправляем его. Дальше здесь мы можем переслать кому-то это письмо. То есть кому-то вставляем адрес почтовый. И, соответственно, пожелания наши, описания, для чего мы это делаем, пересылаем. Можем архивировать, нажать спам, удалить это письмо и так далее. Здесь действия уже, которыми редко, в общем-то, пользоваться придется. Это второе меню. И третье меню, вот это основное меню, так называемое, самого буревестника. То есть что здесь за функции? Здесь функций много, в том числе дополнения, настройки его, то есть что показывать, что отображать и так далее. За разбивка по оконам можно менять широкий вид и так далее. Но это я привык к такому виде пользоваться. То есть вы здесь можете для себя определить, каким удобным вам видом пользоваться. Кроме того, здесь еще есть параметры учетной записи. Вот мы сейчас все разойдем. И здесь увидим ту учетную запись, которую мы создали на эту почту Яндексовскую. И здесь у вас ничего не будет. Вы можете дописать здесь с уважением и ваше имя, отчество, или еще какие-то ставить свои реквизиты, сайт, блог и так далее, для того, чтобы в каждом письме все это отображалось. Нажимаете ОК и все это сохраняется для всех письм отправленных с этой почты. Кроме того, здесь можно нажать действие учетной записи, либо добавить следующую учетную запись, либо удалить существующую. То есть это непосредственно управлением записями. Либо изменить что-либо в этой записи. То есть вот таким образом, извиняюсь, вы можете прямо здесь, собственно говоря. Здесь вот можете параметры сервера, вот имя пользователя, вот сервер Яндексовский такой, и Мак, он его опознал сразу, и так далее. То есть затем, если все вас устраивает, нажимаете ОК, и все письма ваши готовы уже для отправки и получения. Сразу все письма получены с вашего сервера, те, которые там находятся, они будут перед вами. На этом, в принципе, мы знакомство с этой программой заканчиваем. У нее еще есть очень интересная функция календаря, но мы ее рассмотрим в следующий раз. И так, до новых встреч. С вами был Виктор Князев.